Всем привет! Сегодня поговорим про Гамбит Блюменфельда. Я о человеке Бениамине Марковиче Блюменфельде, который родился в 1884 году и умер в 1947. Это российский шахматист, теоретик, литератор, юрист, кандидат педагогических наук. В 4-м всероссийском турнире, который начался в 1905 году, он разделил 2-3 места и выполнил звание мастера. Успешно играл в московских дореволюционных соревнованиях на чемпинате Москвы в 1925 году, разделил 2-3 места. Одним из первых в СССР стал изучать психологию шахматной борьбы, автор интересных статей на эту тему и кандидатской диссертации «Проблемы наглядного действенного мышления на базе шахматного материала». Вообще о шахматной психологии мы тоже поговорили, не так давно, где-то месяц назад у нас выходил ролик, так что можно посмотреть. Ну и, конечно же, он внес заметный вклад в теорию дебютов. Его идеи использованы в современном волжском гамбите, шатландской партии, в иранском варианте ферзио-гамбита. Ну и вообще именем Блюменфельда назван, предложенный им в 1920-х годах, гамбит, который начинается с ходов d4, коня f6. Да, оно уместно будет повернуть доску c4, е6, хотя порядок ходов тут может быть немножко другой, c5 и на ход d5, b5. С жертвы фланговой пешки черные намерены создать сильнейший пешечный центр, ну, например, 5-е де, фе и после cb d5. То есть у черных не хватает пешки, но у них сильный центр, активная игра, играют они в таком гамбитном стиле. К нападению обычно подключается чернопольный слон, который вводится на d6, главное продолжение здесь это слон g5, есть ход также a4, вот, ну и с дальнейшими продолжениями. Ну, вначале мы рассмотрим партию, сегодня их будет у нас две, первый это Мюллер-Росик, евро-турнир по переписке, 1989 год. Начиналось оно ходами так же, d4, конь f6, c4, е6, конь f35, d5, b5, и вот здесь вот никаких взятий пока не последовало. Где белые сыграли слон g5. Вполне конкретная идея, решаются проблемы с пунктом d5, никаких там конь d4, ферс а5 пока не может проскочить, поэтому ход имеет место быть. Если быть до конца честными, то ход слон g5 даже попопулярнее, чем дем, вот, ну давайте смотреть, что там было дальше в партии. Ну, вот здесь сильнейшая это еd, но также встречается и bc, было в партии, bc, пятый по популярности ход, черный соблазнили спешкой, дошло последовало е4. Но брать нельзя, как мы видим, связка. Ну, и, конечно же, важно вот почувствовать, да, вот эту динамику дебюта, что можно делать, что нельзя. На примерах обсудить одно дело, когда мы изучаем теоретические ветки, а другое дело, что может появиться из конкретных партий, из конкретных соображений, как люди, а не компьютеры, а не книжки играют в живые шахматы. Ну, вот здесь вот последовала ошибка, небольшая это еd, на что последовало, конечно же, е5. Ну, вообще стоит, наверное, отметить, что h6, надо как-то определяться с этим слоном, то есть так было поэнергичнее за черных. Ну, начинаются проблемы, да, h6 также здесь было сыграно. Ну, также и ферз е7 там не помогал из-за слона е2 у белых, там тоже большой перевес, поэтому h6 взяли, hg и ферз d5. Ну, что, конечно, ферз d5 здесь не сильнейшая, но ферз е2, наверное, посолиднее, шах, как мы видим, королю вообще деваться некуда, только слон е7, fx, ну и, например, после ферза 5 король d1, я думаю, что у белых здесь полный порядок. Да, у черных много пешек, но у белых все-таки фигур. Поэтому, ферз е2 последняя, но ферз d5 ход как ход, повисает ладья, повисает на g5, на c5, на c4. Такой многофункциональный ход, ну и черные разумно делают, что защищают ладью. Ну, вот, после ферз е4 сдаются черные, подумайте, почему, что они грозят, и что грозят белые, да, и почему не защититься в этой позиции. Можете впечатления написать в комментариях. Вот, ну, также, наверное, стоит отметить, что конь c6, на первый взгляд, только заманчиво защитить ладью, да, также надо было белыми считаться с ходом ферз f6, ферз a8, ферз b2, например. Я неожиданно, смотрите, защитил эту лошадку, напал на ладью, ну и здесь не все так очевидно, как может показаться с первого взгляда. Ну, что, вот такая вот партия, черные, явно как-то были не в своей тарелке, мне кажется, разыграли, может быть, дебют на авось где-то, и такое потерпели быстрый разгром. Неудачное предложение Гамбита Блюменфельна. Ну, теперь вторую партию посмотрим, может быть, там было немножко все по-другому. Итак, d4, конь f6, c4, e6, конь f3, c5, вновь те же самые ходы, d5, b5, вновь слон g5 вместо d, e, самый популярный ход, как мы с вами договорились, и e, d. Ну, что, у черных лишняя пешка, белым нужно как-то реагировать. Последовало cd и e6, ну, теперь выглядит, что игра черных вполне реально, белые жертву не приняли, за счет этого у черных. Пока что перевесный ферзь его фланги, смотрим, к чему это приведет. Теперь белые не стали выигрывать эту связку, побили на f6, ну, и сыграли здесь конь c3. Ну, вот сейчас немножко окунемся в историю. Ну, вообще, во время знаменитой битвы при Ватерлоо, Наполеон из-за сильной головной боли был вынужден уйти на время в палатку. В это время его генералы совершали грубую ошибку, послав конницу атаковать пехотинцев-союзников. Ну, пехотинцы прикрылись, ощетинились штыками, конница, разогнавшись, проскочила дальше в тыл противника, и там ее окружили и уничтожили. Пешечный строй, конечно же, лучше атаковать поначалу пешками, чтобы расстроить его и получить поля для проникновения фигур. Это к тому, что вот сейчас белые начинают прыгать лошадками и будут за это жестоко наказаны. И также намекаем на то, что конь c3 не сильнейшая. Можете нажать на паузу, подумать, как бы вы здесь продолжили за белых. А сильнейшим, по всей видимости, мог быть, например, ход fc2. На c5 не висит, и не висит и на b2, да. Мы защитили таким теперь образом. d6, e4, a6, a4, например. Как мы и договаривались, подрываем, да. Ну и, например, после хода b4, теперь у белых появляется удобный пост на поле c4, например. Эта лошадка может пойти, может быть, даже в каких-то редакциях, там где-то в глубоком мидершпиле. И так можно будет передвинуть. То есть, белых вполне симпатичная игра, но последовал охот конь c3. После чего в белых начались проблемы. Также можно нажать на паузу, подумать, как бы вы за черных играли. Сыграли бы, ну а мы будем двигаться дальше. Это b4, конь b5. Ну, такая замануха, конечно. Вот вспоминаем ту историю про Наполеона, про конницу, которая заползла. В общем-то, история повторяется. Да, еще было время подтянуть, скажем так, время. Какой-то, может быть, вираж на a4 совершить. И все так было грустно. Но вот, когда так заползаете, не забывайте, что важно понимать, как эта лошадка будет выкарабкиваться. Ну, вот, по всей видимости, белые этого не учли. Ферс b6. Все-таки, как-никак, висела опасная вилка, да. Поэтому мы должны и напасть, и защититься. Е4. Вот. Ну, также. Неплохая, наверное, замануха была и ферс е2. Казалось бы, что за бред. Зачем удается фигура. Ну, не все так просто. Проблема есть с корлем. Ну, например, на слон е7, д6. Зависает ладейка. Зависает на е7. Конь c6 играть надо. Ну, вот, после конь е5. По всей видимости, позиция с лучшими шансами для белых. Ну, так не последовало. Белые решили прямолинейно защититься. Е4, как мы с вами показали. А6. Ну, после ферса. А4. Брать пока нельзя. Висит ладья. Ферзем брать нельзя. Слон на b5. Зависает. Ну, после того, как защитили ладью. Ну, пора сдаваться. Похоже, что белым. Так и произошло. Это у нас Грушко-Полехов. Смоленск. 1980 год. Ну, вот, как говорили в истории. Конницу окружили. Да, в тыл она залезла. И пехотинцы ее, скажем так, штыками такими, да, затюкали. И случилась победа. Победа в пользу черных. Ну, вот такие две партии мы рассмотрели. Конечно, они не являются фундаментальными. Скорее, просто ознакомительные для этого дебюта. Конечно, кто хочет поглубже копать этот дебют, надо смотреть более серьезно на работки. Обращаться к базам. Вот. Ну, и стоит отметить, что, конечно, на современном уровне играется дебют достаточно редко. Хотя дебюта, на мой взгляд, очень интересная история. Можно там замечательный жертву закрутить. Есть некоторые аналогии с Волжским. Хотя, например, как мы вначале сказали, да, слон ставится на d6. Вместо слона на g7. Ну, вот, тем не менее. То есть, например, сюда, 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 да, слон не на g7, слон на d6, но тоже интересно. Ну, кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Если вы играете в защиту Блеменфельда или схожие дебюты в таком же стиле, обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Я думаю, что продолжить общение лучше уже стоит там. Все, всем спасибо. Давайте увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.